Встречаются очень трогательные истории, которые наводят на важные вопросы. Вот пишет девочка в фейсбуке, мне 13 лет, полгода назад у меня началось облысение, я потеряла все волосы, я отказывалась идти в школу, потому что я была уверена, что надо мной будут все смеяться. Но ко мне пришли 12 моих друзей с полностью побритыми головами. Это они сделали из солидарности ко мне. Трое из них были девочками. Я расплакалась, я написал об этом в своем фейсбуке, а мне ответили в комментариях, что они это делали не от сердца, что они знают, что у них-то отрастут волосы, а у тебя нет, что они просто хотят прославиться и так далее. Но я не хочу вас никого слышать, пишет девочка. Они все равно мои лучшие друзья навсегда. Я вот думаю, вот, понимаете? Вот скажите мне, пожалуйста, даже вот если это сделано из того, что они пишут, не с намерением таким, вот все равно, вот что это за поступок такой? Это высокий поступок. Это сострадание, это сопереживание. Это очень много значит. Да? Да. Сострадание – это очень большая сила. В итоге они покажут всем в школе, как надо себя вести, какие должны быть отношения. Я думаю, что перестанут быстро обращать внимание на внешний вид. Да? Вы думаете, вот это шаг к этому? Да, да. А может быть, наоборот. Очень многие в школе постригутся. Из солидарности? Да. Понятно. Вот скажите мне, пожалуйста, вот мы не раз с вами говорим о сострадании. В духовном понимании что такое сострадание? Что это? В духовном понимании сострадание – это жизнь в другом. В другом. Вот эта попытка жить в другом, да? Вот то, что мы вот видим с детьми с этими. Да. Она духовная. Это духовная. Да? То есть это шаг такой, близок к духовному, да? А жизнь в другом – это мое растворение в нем? Или принятие его в себя? Как? Можно так что-то сказать? Или это… Это в другом. В другом. Да. Это я хочу войти в него, я хочу существовать в нем, во всех его проблемах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!